Позвонила одна сестра, ее зовут Митка, из Старозагора. И она из староверующих, уже давно в Боге, и у них в Старозагоре есть молитвенная группа. И они уже несколько лет молятся за развитие христианских больниц в Болгарии. И как-то они смотрели болгарско-христианское телевидение. И узнали, услышали там, что наша церковь планирует развивать это служение, реабилитация и восстановление детей с ДЦП и с другими детскими заболеваниями. Восстановляющие ретрити для служителей. И они приняли это как ответ на свою молитву. И теперь уже какое-то время, они каждый понедельник, 7 часов вечера, молятся за нашу церковь. И сега, рядовно, те се молят от 7 вечера за нашу церковь. И са собрали посильные пожертвования. И решили передать в нашу церковь. И я объясняю ей о том, что у нас сейчас большая проблема, это счет. Потому что нам отправляли пожертвования на развитие этого служения. В основном пенсионерите отправляли по 20-30 лева. И для нас это было драгоценно. Но только один банк согласился нам открыть сметку. И кто-то один раз написал, что это пожертвование для церкви. И когда банк прочитал эту надпись, то нас вызвали и сказали, что мы закрываем, мы не хотим работать с церковь. И я объясняю ей, я даже не знаю, как вы передадите эти деньги. И в этот же день, мы узнаем, что наша семья Ждановичей, из нашей церкви, точнее. Они едут в Стара Загора. Ну, немножко выше, 16 километров от Стара Загоры. Решили там несколько дней отдохнуть. И я звоню опять сестре Митке. И говорю, сестра Митке, вы же понимаете, что это все не случайно. В один день вы приняли решение отправить эту сумму. Мы сейчас не можем ее принять. По причине того, что проблемы со сметкой, со счетом. Проди причината, что имаме проблемы со сметката. И Бог отправляет целую семью к вам, чтобы вы могли им передать это. И Бог испрашивает целое семейство при вас, за да можете го придадите. И она приняла это тоже как от Господа. И тя го приела от Бог. И я вот при вас достаю сумму денег. Я не знал, сколько в конверте. И при вас кладу эти финансы, чтобы все было честно и чисто, чтобы было наглядно. И при вас всичку даю честную и чистую гислагом. Ложу в церковную сокровищницу. И еще раз говорю спасибо всем тем, кто верит в нашу церковь и сеет в нее, инвестирует. В ближайшее время мы хотим встретиться с директором БХТВ. И принять решение, как мы выставим очередной счет и что надо писать, для того, чтобы наш счет не закрыли. И каждый из вас, кто желает, может иметь такую возможность. Посеять Божию церковь. Итак, тема моей сегодняшней проповеди. Это такой слоган, который я получил, наверное, лет десять тому назад. И тема на мою проповеду днес. Это четверостище. Я могу точно сказать, что автор – это Святой Дух. Я только сел и записал это ручкой. И пришло такое четверостище. Что пока учил и сам вдруг научился. Когда освобождал, бежал от меня бес. В служениях исцеления исцелился. В служениях воскрешения я воскрес. О чем моя сегодняшняя проповедь? Это об устройстве церкви. О дарах Святого Духа. И какая цель благовествования вообще. И каква е целта на благовествованието. Я согласен сегодня с братом Виталием. Аз съм согласен днес с брат Виталий. Что хвала, слава нашему Богу. Че хвалата и славата към нашия Бог. Это нечто самое непревзойденное. Това е нечто, което не может да се надмини. Это самое великое. Това е нечто най-великое. От буквально на этой неделе. И буквально тази седмица. Бог мне дал такое чудное откровение. Бог мне даде едно чудно откровение. И я размышлял о том, что существует духовная иерархия. И я размышлял о том, что почему дьявол отпал. Он первый, который согрешил. Чего ему не хватало. Как Бог мог это углядеть. И вы знаете, Бог дал очень простое откровение. И Бог мне дал много лестное откровение. Вы знаете, у кого нет шанса отпасть. Вот есть ангелы. И третья часть ангелов отпала вместе с дьяволом. И одна третья часть отпадала заедно с дьяволом. Есть архангелы. Есть херувимы. И Сатана это был херувим осеняющий. И Сатана это был осеняваш херувим. Он был прекрасным. Невероятен. Ходил среди огнистых камней. Ну, вы знаете, кто по Библии самый высший иерархия. Это Серафимы. Серафимы, которые день и ночь стоят пред Богом. И что они восклицают? Свят, свят, свят Господь Саваоф. Свят, свят, свят Господь Саваоф. И вся земля полна славы Его. И цялата земля полна слава Его. И опять, свят, свят, свят Господь Саваоф. И отново го повторят. И вся земля полна славы Его. И воздают славу Богу 24 часа. Ну, там нет такого времени. Вечность. И те въздават слава на Бога. Няма такого изчисления за времето. Они максимально приближены к Богу. Цяла вечност. Те са максимально приближены к Богу. Одними крылами закрывают глаза свои. Към Бога. И прикриват с крылети учител си. Потому что на Бога невозможно смотреть и не умереть. Защото не могат да гледат Бога и да не умрат. Двумя крылами они что? Летают. И еще двумя крылами что? Они прикрывают. И вы знаете, у Серафимов нет шанса. Они в таком Божем присутствии, в такой славе находятся. И Серафимите нямат шансове. Те са в таково присутствии и славата на Бог. У них нет шанса отпасть. Нямат шансове да отпаднат. У них нет шанса подумать что-то плохое. Нямат шансове да си помислят нещо большее. Нет желания или силы даже отвернуться от Бога. Скажи аминь. Вот что такое славословие. Но вы знаете, кого Бог поставил выше ангелов? Выше архангелов. Выше херувимов. И выше серафимов. Выше множество воинств. Повисок от мнозина войски. И сил небесных. Кого? Скажи меня. Нас, людей. Мы не стоим пред Богом. Вы знаете, где мы? Вот в этой иерархии. Где мы? Ответьте мне, где мы в этой иерархии? В каком положении мы находимся? Отговорите, в кое положение мы находимся в тази иерархии? Я отвечу вам сегодня. Знаете, это первосвященническая молитва Иисуса Христа, нашего Господа. Това е первосвященната молитва на Иисус Христос, на нашия Господь. 17 глава Евангелия от Иоанна. 17 глава Евангелието на Иоанн. Что Иисус Христос сделал для нас? Он открыл нам доступ в самого Бога. То есть мы не перед Богом. Иисус Христос говорит, Как я в отце, так и отец во мне. И вы, и вы, и вы в нас. И мы придем в ваши сердца и вечеря любви сотворим. И ние ще дойдем в ваши сердца и ще сотворим вечеря на любовь. Можешь сказать аллилуйя? Это не смотреть на Бога. Это быть в Нем. Это Бог в нас. Бог в наши сердца. И это благодаря жертве Иисуса Христа. Вот кто вот это познал, его невозможно уже отлучить. Апостол Павел об этом пишет. Кто нас может отлучить от любви Божьей? Ни смерть. Ни нагота. Ни ангелы. Ни силы. Ничто не может нас отлучить от любви Божьей во Христе Иисусе. Это чудесно? Вот я сегодня об этом. И вы знаете, вот в этом слагане, в этом четверостище, есть хороший интеграл. И в това четверстище имам много хубав интеграл. Очень хороший ответ. Много хубав отговор. Как мне найти свое призвание? Как да си намеря своето призвание? Как мне найти свое служение? Как да намеря своето служение? Какой у меня дар? Какой дар имам. И вы знаете, очень много людей ходят годами, десятилетиями в церковь. И много хора ходят на церковь с години, с десятилетия. И когда приезжают евангелисты, видные пастыря. И когато идват евангелистите и много видни пастыри. И призывают к исцелению. И те ги призвават за исцеление. И эти люди годами, годами выходят на исцеление. И тези хора с години излизат и излизат за исцеление. И потом, через какое-то время, может быть и получают исцеление, но теряют по каким-то причинам и опять болеют. И след някакво време, может би получават исцелението, обаче след някакво време пак го губят и пак се разболяват. И опять есть нужна идти на исцеление или призывать пресвитера в свой дом. И отново има нужда да отиват за исцеление или да викат свещеници в свой дом. Я слушал проповеди Кенета Хейгена. Я съм чувал проповедите на Кенегир. Кенет Хейген. И он на основании Божьего Слова, своего духовного опыта, он объясняет, почему христиане часто теряют исцеление. Почему они получают и потом опять теряют. Он учит, как удержать исцеление. И вы знаете, какой у него ответ? Для того, чтобы иметь стабильное исцеление, нужно войти в служение исцеления, не нужно да влезем в служението на исцеление, и самому исцелять, и самите ние да исцеляваме, чтобы его исцеляющая сила свободно проходила через себя постоянно. За да може исцеляващата му сила да минава през тебе постоянно. Не ждать, не искать проповедников. Вот, когда приедет очередной проповедник. Не да чакаме проповедниците, когато ще дойдат да ни исцелят. Я обязательно подойду, чтобы он за меня помолил себя. Аз задължително ще отида той да се помоли за мен. Но Бог тебя не к этому призвал. Понятно, что когда ты только пришел в церковь, то Бог исцелит тебя. Но когда это годами происходит, исцелился, потерял исцеление. Исцелился, потерял исцеление. Это не есть Божий план. Тебе нужно войти в служение исцеления. И вот я сегодня об этом. Я сегодня о том, как мне найти свое призвание. Если моя главная нужда получить исцеление, мне нужно войти в служение исцеления. Если кому-то интересно слово знание, слово мудрости, пророчество, человек хочет слышать голос Божий. И он, я сегодня попытаюсь разбить стереотип. И он приходит на наши пророческие служения, как, заранее прошу прощения за сравнение, как гадалки. Чтобы узнать свое будущее. Как глядачки. Чтобы узнать свое будущее. Я хотел бы вот именно вот этот стереотип разбить. Потому что мы этим не занимаемся. Часто очень путают пророчества с предсказыванием будущего. Но это не совсем правильно. Чаще всего пророчества говорят о том, много честно пророчества говорят за това, в чем мы сейчас пребываем. В това, което се намираме сега. В чем мы находимся. В това, което се намираме. И не понимаем, что мы делаем. И не разбираме, какво правим. И каждый раз наступаем на те же самые грабли. И всеки път настъпваме и дни и същи... Правим и дни и същи грешки. Пророчество служение, когда тайны сердца человеческого раскрываются. И Дух Святой через толкователи раскрывает тайны человеческого сердца. И человек говорит, как он узнал. Я никому это не говорил. Я делал это тайно. Но знаете, все, что мы делаем тайно от людей, мы делаем на глазах у кого? Мы делаем на глазах у Бога. Что Бог все видит. И Бог все знает. И еще прежде того, чем мы совершили. И когда тайны человеческие обнаруживаются, человек, на самом деле, приходит и говорит, Бог с вами. Человек может сказать, что Бог с вами. В этом суть пророческих служений. И, конечно, ждать нам будущность. И показать человеку его призвание. В чем ему нужно двигаться. И какая у него конечная цель. Сегодня я открою первое место. Это послание к Ефесянам 4 глава. Я буду читать с 11 стиха. На проекторе вы сможете смотреть перевод на болгарский язык. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Для чего? Для чего Бог во Христе Иисусе поставил одних апостолами? Для чего? Для чего Бог одних других поставил пророками? Третьих поставил евангелистами? Пастырями и учителями. Библия отвечает нам. Для совершения святых. Чтобы его святой народ усовершался. Для созидания тела Христова. Чтобы тело Христово созидалось, росло. Доколе все придем в единство веры, познание Сына Божия, в Мужа Совершенного в меру полного возраста Христова. Цель Бога взрастить нас до полного возраста Иисуса Христа. Слышишь? Дабы мы не были более младенцами. Кто такие младенцы? Это те, которые колеблются и увлекаются всяким ветром учения. Сегодня мне вот это понравилось. Я туда убежал. Сегодня там. Завтра там кто-то приехал, я туда убежал. И в конечном итоге я где-то в соцсетях услышал какой-то новость и вообще куда-то уехал. Младенец нестабилен, его вот так просто метает. Бог этого не хочет. Бог вложил в нас твердое основание. Бог в нас и вложил один твердый фундамент. Какое основание? Какое основание это? Основание, которое уже заложено. Это Иисус Христос. И Твоя Иисус Христос. Иисус Христос в нас. Иисус Христос в нас. Но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть Глава Христос. Из Которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей. При действии в свою меру каждого. Каждого члена. Скажи каждого. За всякие единственные члены. Я в этом участвую. Лично я в этом участвую. Ты как? Каждый из нас в этом участвует. Всех единственных от нас участвовал. Нету в церкви просто прихожан. Церква няма никой какой-то просто доидва. Который просто приходит и пасивно слушает. Для того, чтобы потом выйти и забыть. Мы все участники. При действии в свою меру. Для превращения, для созидания самого себя в любви. Аминь. И вы знаете, лучшей церкви, совершенной церкви, никто ничего никогда не придумает. И кто поставил церковь? Христос поставил церковь. И врата ада не одолеют ее. Есть ли это церковь вообще? Вот сегодня я об этом. Что есть церковь? Да, церковь это не клуб по интересам. Это не просто прийти и послушать что-то интересное. Церковь это вот то, что я сейчас прочитал. Созидание тела Христова. Дело служения. Это есть сам Господь в нас. Который через нас продолжает нести и вершить, совершать свои дела. Вы знаете, одно служение без другого не может. И одно служение няма как да существовало без другого. Я приведу один пример. Аж тебе расскажу один пример. И это, я считаю его самым великим евангелистом современности. Я там за един от най-великих евангелистов на нашей современности. И это, конечно же, Рейн Харбонки. Разбирался, Това Рейн Харбонки. Который недавно ушел к отцу. Который наскоро изминал при отца. И знаете, это был великий проповедник. И Твой был один великий проповедник. Хотя, в Германии его особо так не признавали. Он мог вернуться в Германию, проповедовать где-то в актовых залах. Но народу много не собиралось. Но то, что он сделал в Африке, это невероятно. И он начинал с палаточного служения. Сперва небольшая палатка. Порву одна малка палатка. Потом большая палатка. После погуляма. А потом уже никакая палатка не могла вместись только народу. И на крае, вечно, ни то одна палатка не могла побереть толково много народу. Духовный опыт Рейн Харбонки. И духовный опыт на този проповедник. На его служениях, на стадионе, например. На него ведь и служение в стадионе. Могло покаяться сразу несколько сот тысяч человек. Би могли досип покаять много хиляди хора. Есть видео, которые говорят статистически о том, что на одном служении могло покаяться более одного миллиона человек. На сегодняшний день в Нигерии находится самая большая церковь этого мира. Вы знаете, сколько в этой церкви людей? Более пяти миллионов. Это даже трудно себе представить. Это вся Болгария. Вот сегодня в Болгарии осталось примерно пяти миллионов болгар. А в Нигерии это церковь, только одна церковь. Пять миллионов человек. Которые регулярно ходят на служение. Не пропускают. И вот как можно вместить вот такое количество? Но вначале не было так. Была одна проблема. Покаялись пятьсот тысяч человек. Примерно столько, сколько в Варне проживает. И пятьсот тысяч, полмиллиона. Но это служение не могло этих людей удержать. Люди пришли. Покаялись. И ушли. Ренхард Бонки уехал. И Ренхард Бонки заминава. Эти церкви рассеяли. Ой, эти люди рассеялись. И никто не остался. Негде было оставаться. И тогда миссия Ренхард Бонка приняла решение. Открывать библейские школы, открывать библейские училища, открывать библейские институты, семинарии, обучать служителей, обучать миссионеров, обучать пастырей, обучать учителей, обучать евангелистов, и ставить церковь. И открылось сперва много таких училищ, через какое-то время открылось много церквей, и после очередной евангелизации люди оседали там. И в этих церквях эти люди начали возрастать. Возрастать куда? Во спасение. Духовно возрастать. И становиться зрелыми христианами. Утвержденными. Которые сами утвердились. И могут и других утвердить. Аминь. Это очень хороший пример. То есть сам дар евангелизма не работает без дара пастырства или без дара учительства. Мы все нужны друг другу. Евангелистам нужны пастора. Пасторам нужны пророки. Пророкам нужны учителя. И так далее. Вы со мной сегодня? Что-то доходит? Мне бы хотелось, чтобы у нас сегодня ясная картина сложилась. И сейчас я об этом хочу прочитать. Следующее место. Это первое послание Коринфянам. Двенадцатая глава. С первого стиха. Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили безгласным идолам так, как бы вели вас эти идолы. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, то есть говорящим на иных языках, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Аминь. Это очень четкое развлечение. Когда, вы знаете, я работал в психиатрической клинике, вы знаете, я могу так засвидетельствовать. Какое-то время я ходил в церковь. Ну, я еще был в суть неверующего. И когда Бог начал меня проводить через разные такие этапы, когда я работал в психиатрической клинике, я столкнулся с реально одержимыми людьми. То есть это были реально одержимые люди. В них жили какие-то страшные, жуткие существа. Периодически эти люди обладали невероятной силой. Я как-то рассказывал про одну казашку, которая весила всего лишь 39 килограмм, более точно. Она была черной от грязи. Не мылась. Ходила по городу. В основном по Майкудуку. Это самый криминальный квартал нашего города. Ее все боялись. Почему боялись? За что? Потому что эта маленькая, хрупкая женщина обладала страшной силой. И когда ее привезли к нам на Купо-2, это Каргандинское областное психиатрическое объединение номер 2, находилось за городом. Она была в наручниках. И еще была фиксирована сверху. И беше фиксирована отгоре. Такими жгутами. С одни въжета. И привели ее здоровые полиции. Тогда еще были милиционеры. И са ее докарали големи полицаи. И они немножко рассказали. И те малко са рассказали. Нам вот проще, легче взять какого-нибудь преступника, бандита. Те казаха, но нас не е полезно да хвалим някой преступник. Потому что мы не ожидали от такой маленькой женщины такой страшной силы. Когда мы приехали, чтобы ее брать, потому что люди жаловались, что она сбрасывает с третьего этажа шкафы, холодильник, стиральную машинку. Мы выломали ее дверь и зашли внутрь. И один сержант здоровый такой. Он говорит, ну, женщина, вам надо будет пройти с нами, проехать. И взял ее за руку. И вы знаете, эта женщина взяла его за воротки. И просто вот так толкнула его. Это здоровый сержант, который был в два раза, ну, я думаю, что в два раза точно тяжелее ее. Он пролетел вверх, вот так вот, по косой линии, четыре метра. Ударился от стену. И поломал себе плечевую кость. Упал и потерял сознание от боли. И тогда мы всем нашим вот этим нарядом набросились на нее. И тогда с целия несъстав се хвылихме вверху нея. И ели, ели ее связали. И едвами-двами вързахме. И, конечно, от нее был вот такой страх. И разбира се, имахме голям страх от нея. Я вначале столкнулся с бесами. В нашей церкви мы проводили служение освобождения. Один раз мы молились за девушку с эпилепсией. Наташа была свидетелем. Наталия была свидетел. И участником этого служения освобождения. Эта девушка вот так ползала по полу, извивалась змеей. И периодически делала какие движения, подлетала над землей где-то на метр. Но лично для меня это было жутко, как она говорила. Когда она была нормальна, она говорила обычным женским языком. Но в один момент у нее глаза переворачивались. И она начинала говорить каким-то мужландским языком. И это был невероятный такой, знаете, семиэтажный мат. От которого лично у меня вот так уши просто сворачивались трубочкой. И она сыпала угрозами, угрожала, проклинала. И только где-то на четвертия день молитва и поста. И след четвертия день молитва и пост. Эта девушка получила освобождение. Просто что-то вышло из нее. Просто нечто излезе от нея. И тогда я понял, что если демоны реальны. Нам надо обращаться только к реальному Богу. Ние трябва да се обращаме само к истинския Бог. Защото с свои силы няма да се справим. И давайте вот по этому стиху. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. У меня был тест определенный. Я определял, человек одержимый или неодержимый. Сегодня я не хочу сказать, имея этот врачебный опыт, я не хочу сказать о том, что любой человек с диагнозом эпилепсии одержимый человек. Это не так. Есть врожденная эпилепсия. Как следствие родовой травмы. Так называемая посттравматическая эпилепсия. Есть органическая эпилепсия. Которую человек получил вследствие каких-то отравляющих химических веществ. И есть истинная эпилепсия. Она описана в энциклопедии в учебниках. Можете себе представить, что верующие атеисты пытаются вылечить человека с истинной эпилепсией, не веря в Бога. Как вы думаете, это вообще возможно? Невозможно. Они пытаются. И что они делают? Они просто, ну так, выражусь таким термином, бомбят. То есть, включая тяжелую артиллерию с фармакологических средств. Просто закачивают этих людей тяжелыми противосудорожными препаратами. Те просто тъпчат тези хора с тяжкие противосудорожные препараты. Препарати. Сыщат там противосудорожные препараты. И эти противосудорожные препараты, есть другая терминология, это сегодня называется медикаментозная фиксация. Из тези препаратей таких людей просто связывали цепями, заковывали в цепи. В средновековето тези хора са ги хващали и са ги вързвали с цепи. И поливали их ледяной водой. С мрежа и са ги поливали с ледяна вода. Сегодня их связывают с помощью химических препаратов. И днес тези хора ги вързват с химически препарати. И это все. Это вся терапия. И това и всичко. Това и цялата терапия. Никаком освобождении никто не говорит в больнице. Я хочу сказать, что в Болгарии точно такая же ситуация. Я смогу да кажу, что в Болгарии ситуация-то е съща. Никто даже не думает о том, что за этого человека помолиться или вызвать священника-экзорциста. Никто даже не смеет да се помоли за този човек или да извика священника. Считаешь, что все это сказки. Ти смятат, что това са приказки. Но я был свидетелем освобождения. Обаче аз бях свидетел на освобождението. Я могу так сказать, что в какой-то степени я сам получил освобождение через то, что я вошел в служение освобождения. Как-то я шел в психотическом отделении. И одна больная тоже с эпилепсией. Вдруг неожиданно она начала меня проклинать. Какие-то страшные проклятия. Я знаю, кто ты. Ты скоро сдохнешь. Руки, ноги у тебя отсохнут. И такие вот какие-то заклинания я начала говорить. Я просто почувствовал в духе, что это не человек говорит. Таким, знаете, страшным, таким ехидным голосочком. Я посмотрел вот так по сторонам. Смотрю, вроде бы из докторов, из медицинского персонала никто не видит. Видях, че от медицинский персонал никой не виждал. Я схватил эту девушку. Вот так за воротки. Завел ее за колонну. Сказал, во имя Иисуса Христа. И казах, во имято на Иисус Христос. Сатана. Пошел вон из нее. Вон. Сейчас. Прямо сейчас. Веднага. Убирайся. И вы знаете, она обмякла. Я вот так ее просто оставил и пошел дальше. На следующий день я уже рассказывал эту историю несколько лет тому назад. Но напоминание возбуждает здравый смысл. В ординаторскую. Где сидел заведующий отделение и два доктора. Я один из них. И старшая медицинская сестра заходит. Однако говорит, наша пациентка хочет что-то сказать. Ну, пусть зайдет, скажет. Заведующее отделение так говорит. И эта девушка зашла. И она заходит. Така била на взглядом. Нашла меня глазами. И подошла и сказала. Спасибо вам. За что спасибо? В моем сердце жил черт. Она так и сказала. А теперь в моем сердце живет Иисус Христос. Слава Богу. Знаете, я могу так сказать о том, что кто ее освободил. Конечно же не я. Вот в этом служении важно признать свое бессилие. Мы ничего не можем делать против демонов. И мы ничего не можем делать как люди. Ничего не можем сделать против Сатаны. Поэтому Сатана, он буквально уничтожает людей, которые надеются на себя, на свои силы. И вы знаете, вот сегодня вспоминаю вот это четверостище. И знаете ли, днес вспомняй какие-то четверостище. Вот есть знаменитая 12-шагова программа, да? Духовная программа освобождение от любой зависимости. Она известна уже по всему миру. И я работал по этой программе. Я знаю все шаги наизусть. Потому что работал много лет по этой программе. По статистике, какой шаг самый эффективный? Я могу вам сегодня сказать. Статистически самый сильный шаг последний, 12-й шаг. И он говорит примерно так. После того, как я с помощью этих духовных шагов получил освобождение от данной зависимости, я преисполнись с желанием аз имам желанието и до других людей, имеющих зависимости, които имат зависимость, да донесат тази власт. Вот этот шаг самый сильный. И тази стъпка е най-силнота. Перестать думать о своей зависимости, войти в служение освобождения и начать освобождать. И на самом деле это не так сложно. Нужна просто вера. Нужно просто поверить, что тот, кто в нас, он больше того, кто в этом мире. И если человек есть зависимость, сказать ему, хочешь, мы прямо сейчас помолимся и Господь освободит тебя. Вот прямо сейчас вот только тебе надо поверить и помолиться за Него именем Господа Иисус Христа да будешь свободен. Иисус Христос всегда верен. Но вы знаете, есть одно но. Кого Бог освобождает? По пророку Исаия. Бог освобождает, Дух освобождает. Само измучените. И исцеляет. И кого Дух Святой только исцеляет? Дух Святой исцеляет сокрушенных сердцем. Истина говорит о том, что Бог горд им противится, а смирен им дает благодать. В прошлый раз брат говорил, на что направлена пустыня? Бог дал Иосифу сон, что ждет его великое будущее. Но в этом сне ничего не сказано о том, что родные братья его предадут и продадут. В сне не было сказано ничего о том, что ему надо было просидеть в тюрьме. Много лет. И быть в забиении. И каково было Иосифу, когда он со всем этим столкнулся. Бог, ты мне другое обещал. Я буду там на небе, как солнце светить. И братья придут, видя этих звезд, и поклонятся мне. И отец с матерью придут и поклонятся мне. Вот это ты мне обещал. А что такое? Я в тюрьме. Так же оно было. Но Иосиф достойно прошел. Потому что Иосиф знал, что Господь верен. Я читаю дальше с третьего стиха. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафема на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. И вот этот тест, который я просил произнести, когда приводили ко мне человека предположительно одержимого, я просил его произнести несколько слов. Я просил его произнести Иисус есть Господь. Он есть Господь Бог. Это же просто слова. Ну просто произнеси их. Знаете, одержимый человек не может произнести эти слова. Можете себе представить? Не может. Его начинают вот так корежить, он начинает просто вот так. И через какое-то время этот человек начинает, ну вот у меня было такие случаи, богохульствовать. ругаться. Я не хочу больше разговаривать с этим человеком. Вставали и просто убегали. Очень хороший тест, как определить, человек болен ли просто болезнью, или человек является одержимым. И давайте мы пойдем дальше. Четвертый стих. Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Каждому, опять же скажи, каждому, в том числе и мне, дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом, иному вера, тем же Духом, иному дары исцеления, тем же Духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному развлечения духов, иномы разные языки, иномы истолкования языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Давайте мы пока на этом остановимся. Смотрите, дары различны, но дух один и тот же. Ты хотел бы узнать, какое у тебя сегодня дарование? Какой дар Святого Духа? Вот тот вопрос, та тема, которая тебя волнует более всего, она как раз тебе и говорит о том, что ты в этом. Я бы хотел, ну, сегодня так, немножко просто чуть-чуть поговорить о связи даров Святого Духа с пятигранным служением. Пятигранное служение – это вот то, что я перечислил апостолы, пастыря, евангелисты. Вы знаете, вот, вы можете смело считать, что вы находитесь в служении пастыря. Если вы в какой-то степени являетесь душепопечителями, ако до някакого степен загляжете за някоя душа, то есть к вам периодически, у вас есть такой дар, он у вас есть, и вы это знаете. Вы имате таков дар, и вы знаете за това. Что за дар? Каков е този дар? Дар слушать. Дар да слушате. Просто слушать. Просто да слушате. Вот по психиатрии я могу сказать вам один простой феномен. Человеку с тяжелейшей депрессией, какая помощь нужна? Как этап, экстренная помощь. Ему нужно, чтобы его просто выслушали. Ему нужно выговориться. Ему нужны уши. И внимательное сердце. Чувствительное сердце. Больше ему ничего не нужно. Человек чувствует, что его принимают. Человек чувствует, что его слушают. Это есть душа попечительства. Если у тебя есть такой дар, то ты в служении пастора находишься. Аллилуйя. А вы знаете, кому-то наоборот нравится учить. Просто вот на самом деле, ну вот такое помазание. У нас, кстати, слава Богу, что в нашей церкви есть все. У нас есть миссионеры. У нас есть пастора. У нас есть евангелист. У нас есть учителя. И у нас есть пророчествующие. И има пророци. Я не говорю, что пророки, но пророчествующие у нас точно есть. И каждый из нас должен знать, я должен быть в каком-то служении. Или в служении пастора. Или в служении учителя. Или в служении евангелистов. Или в служении евангелистов. Вот как вы думаете, к служению евангелизма какие дары относятся? Я прочитаю. Иному вера тем же Духом. Иному дары исцеления тем же Духом. Иному чудотворения. Вот эти три дара. Дары Святого Духа. Самые знаменитые евангелисты всегда обладают даром веры, даром чудотворения или даром исцеления. Для чего? Чтобы просто привлечь внимание людей. Всем хочется получить исцеление. Всем хочется увидеть чудо. Все удивляются, когда у человека мощная вера. Он помолился за дождь, и дождь пошел. Сразу пришло на следующий день тысячу людей. Мы хотим это видеть. И евангелист начинает говорить об Иисусе Христе. Аминь или не аминь? Это дар евангелизма. Поэтому если у тебя есть такой дар, а какой дар? Мы уже говорили об этом. Если ты непрестанно болеешь, у тебя какая-то хворь, какое-то хроническое заболевание, Бог тебя призывает в служение исцеления. Он не призывает тебя к тому, чтобы помолиться за меня, пастор, помолитесь. И так из года в год. Бог призывает тебя. Тебе пора самому исцелять. Хочешь исцелиться? Сам исцеляй. Вот ответ. Знаете, я думаю, что многие из нас, конечно, хотели как-то видеть какое-то финансовое чудо, финансовый прорыв. Я хочу засвидетельствовать это. Вот на том же самом Риен Харде Бонки, самом невероятном евангелисте. Бог невероятным образом всегда финансово благословляет. Невероятно, сверхъестественно. Евангелизационные проекты. И там не важно, о каких деньгах идет речь. Вообще не важно. Если это настоящая евангелизация, которая не только спасает, но и ведет к зрелости во Христе Иисусе. Потому что вот так спасти и забыть человека, да, это не евангелизм. Люди каются и потом уходят в мир. Это ненормально. Привести человека в живую церковь. Ни трябва да доведем человека в живата церковь. Дайте ему возможность, шанс для роста. Да му дадем возможность и шанс за рост. Библейские школи, библейские училища, институти и семинарии. Библейские школи, институти и семинарии. Хорошее, такое, знаете, основание. Едно хубаво основание. Заложить в человека. Да вложим в човека. Чтобы у него была возможность для общения. За да има возможность да общува. Со святими. Со святиите. С кем поведешься, а то вы наберешься. Аминь или не аминь. Поэтому эти дары, они взаимоскрепляющие связи. Они необходимы. Просто необходимы друг другу. Один без другого не может. Мы не можем просто открыть одну пророческу школу. И это будет только пророчество. Знаете, у нас был такой опыт. Просто как бы, может быть, не было такого навыка, не было такой опытности. Как себя вести. С пророчествующими. Но через какое-то время там несколько сестер объединилось и давая пророчество часами, ночами. Потом давая всех учить, учителей, пастырей, апостолов, как надо себя вести в церкви Божьей. Потом отделились от церкви. Потом превознеслись на церкви. И через какое-то время превратились в секту. Вот только мы правы, все остальные идут в ад. И через какое-то время эта секта распалась. И слава Богу, что распалась. Пока не натворили очень много таких бед. Я прочту дальше. С 28 стиха. Вот 28 стих. Я уже иду к концу. Я же приключу вам. Иных Бог поставил в церкви. Во-первых, апостолами. Во-вторых, пророками. В-третьих, учителями. Есть одна из версий о том, что учителя и пастыря это практически одно и то же. То есть это практически одно дарование. То есть пастырь обязан просто иметь учительское дарование. Апостолы это практически всегда евангелисты. Поэтому в этом послании апостол Павел дает сокращенную версию. Во-первых, апостолами. Во-вторых, пророками. В-третьих, учителями. Далее, иным дал силы, чудодейственные. Также дары исцеления, вспоможения, управления. Что такое? Есть ли такой дар управления? Конечно, есть. В церкви нужны менеджеры. Как правило, это жены постарей. Ну, вот так вот получается. Я был в Пекинской церкви. Я был в Севульской церкви. Мы были в Дублинской церкви с Наташей. И практически везде жены постарей выполняют роль администраторов. И почти на всякой ли жените на пастурке исполняют роль на администраторе. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцеления? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Аминь. Заканчивается 12 глава. И начинается знаменитая 13 глава, которую вот у нас, помню, в 93-м году пасторе, миссионер Юджозеф просто просил выучить наизусть. И о чем эта глава? Вся эта глава о любви. И вы знаете, это вот 12 глава заканчивается тем, что апостол Павел говорит, я покажу вам путь превосходнейший. Вы знаете, что раньше глав не было в Писании? То есть нету конца 12 главы. и начало 13. Просто апостол Павел говорит, я покажу вам путь наипревосходнейший. И начинает говорить о любви. Какой делаю вывод? Превосходнейший путь это любовь. Можете сказать на это аминь? Вы знаете, вот цель увещевания, апостол Павел буквально восклицает, цель увещевания есть любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры. Чистая совесть и нелицемерная вера. Это превосходнейший путь. Вы знаете, что вот эти послания, которые прочитал, они говорят нам о том, что даров много, и тези послания, которые прочитавших днес, те казват, что има много дарове. Но дух один и тот же. Обаче духът е един и същ. И все это дано нам для созидания тела Христова. И всичко не е дадено за созидание на Христово до цяло. Для того, чтобы самим спастись. За да се спасим самите ние и других спасать. И да спасяваме и другите. Мне недавно понравился пост у Андрея Постошило. Он выставил о том, что любовь важнее спасения. В Едемском саду некого было спасать. Люди изначально были созданы для чего? Для любви. Но вот согрешили и были изгнаны из Едемского сада. И через какое-то время получили такую необходимость, чтобы их кто-то спасал. Там Авраам или Ной. Но что нам возвращает Иисус Христос? Иисус Христос возвращает нам любовь. И вы знаете, что важнее даров Святого Духа? Дары нам нам очень важно это запомнить. Дары нам даны не для того, чтобы мы друг перед другом превозносились. Дары Святого Духа даны нам для того, чтобы мы служили им друг другу. Служили. Буквально вот, ну, на самом деле, ну, если у кого-то есть какая-то нужда, да? А у кого-то есть дар стать ответом на эту нужду. Вот у кого-то сегодня есть нужда, да? Вот какой ответ Бог дает сегодня? Блажение давать, нежели брать. Чтобы решить свои нужды, стань ответом на чью-то нужду. Это ответ. Аллилуйя. Чтобы получить исцеление, начинаем молиться за кого-то. Чтобы получить слово-знание, вводи в пророческое служение. Знаете, там вскроются все твои тайны, тут же покаешься, да? И там ще се отворят всички ти тайны, веднага ще се покаешь. И придешь в самые близкие взаимоотношения с Богом. И ще дойдешь в най-близкие взаимоотношения с Богом. Каким стихом я сегодня хочу закончить? Что выше даров Святого Духа? По Писанию. Это плод Святого Духа. Это написано в Послании Галатана в пятой главе с 22 стиха. Плод же Духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Но таковых нет закона, они вне закона. Но те, которые Христову распяли плоть со страстями, если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Чуть-чуть выше написано в этой же главе. Если вы не хотите исполнять вожделение плоти, поступайте по Духу. Очень мощный ответ. Меня что-то атакует, меня что-то съблазняет. Поступи по Духу. Начни двигаться в Духе Светове. И всякие съблазни просто отпадут от тебя. Слава нашему Господу. И сегодня, вы знаете, еще как раз осталось две минуты. Так мы имаме две минути. Что? Да? Да. Аминь, абсолютно. Я повторю фразу брата, что дары Святого Духа подделывать, имитировать можно, а плот Святого Духа подделать невозможно. Никогда. Да, ровите на Святее Дух, можете да ги имитираме, обаче плодовете няма как. И у меня сегодня короткая, я хотел бы сегодня исполнить песню. и днес искам да исполню една песня. Коротко расскажу историю этой песни. К нам пришел брат из Баптистской Церкви. Я слышал, что вы хотите открыть центр реабилитации для детей-инвалидов. Это правда? Я говорю, да, это правда. Тогда мы хотим от нашей Церкви благословить и подарить вам инвалидную коляску. Тогава от нашей Церкви не искаме да благословим да ви подарим инвалидную колючку. Ну, пусть она послужит вам. Нека да ви служи. Может быть, в какое-то время какой-нибудь ребенок может на ней кататься, потом вы помолитесь, исцелите его и оно уйдет на своих ногах. Някакво дете докато е болно может да я използва, пак когато се помолите за него да се изцели, може да се исправи. Хорошо, если Бог так положил на сердце, мы принимаем этот подарок. Я се казах, че, что Господь така ви дал, така ви не ще приемем този подарок. И этот брат говорит, вы знаете, я недавно слушал вашу проповедь. Аз наскоро съм слушал ваша проповедь. А потом вы взяли гитару и исполнили песни. Смотрит пристально и в том говорит Высоцкий. Я стою на него смотрю, я не знаю как реагировать. Ну, думаю, при чем тут Высоцкий? Я глядам и не знам когда реагируем. А, я говорю, я пел песню Белогвардейская называется. Да, да, да. Да, аз пяхает на песню Белогвардейская. Но это не Высоцкий. То я казах, да, да, да. Бача, сказав твой не Высоцкий. Это одна песня, я даже не знаю кто ее исполнял. Просто вот Бог положил на сердце, я ее немножко переделал. И назвал ее песня по покаянию. Он говорит, Вы поете как Высоцкий. Я опять не понимаю, это в осуждении он или он хочет меня как-то поддержать. Ну, думаю, ну, что, это хорошо или плохо? Говорит, пойте, пожалуйста. Ваши песни они нас очень касаются. И Вы знаете, ну, на следующий день, вот, вот, просто смотрите как формируется вот программа служения в нашей церкви. Одна моя знакомая христианская поэтесса присылает мне стихи другой христианская поэтесса. Я даже назову ее имя. И эти стихи написала Наталья Крокотина. Стихи на песню Высоцкого «Я не люблю». И говорит, эти стихи Вам. Я говорю, Господи, Ты хочешь, чтобы я исполнил песню Высоцкого? Знаете, Бог как-то мне вот начал открывать. Вообще это служение хасидов называет. Я исполнял перед Вами песни Александра Розенбаума до песни «Луча на повороте». Думаю, кого-то я пропустил. Думаю, точно Высоцкого пропустил. Знаете, Бог мне так немножко открыл, что Высоцкий это была когда-то душа народа. Еще более точно это крик народа. Вот 80-70-е годы это крик народа, душа. Если что-то происходило в стране, Высоцкий уже там и через какое-то время он вещает. И не просто вещает, а под гитару, пей с гитарой, рваным языком, крик души. Вот сегодня я хочу исполнить Вам песню. Если можно на проекторе тоже выставить ее, чтобы мы могли читать, там очень глубокий смысл по сегодняшней проповеди. Эту песню надо петь в конце служения, когда голос уже так подсел хорошо. Я заранее прошу прощения у хормейстера нашей церкви. Высоцкий был далек от оперных адажов. Высоцкий был далек от оперных адажов. Любовь Иванова принимает мои извинения. Андрей, можно как-то ее чуть-чуть поднять? Потому что немножко мне низковато. чуть-чуть буквально. Все. Все. Спасибо. Я не хочу прожить в Христа играя. Я не хочу до вечности ползти. Я не желаю ковылять до рая, в развалочку зевая по пути. Можно побыстрее переключать? Я не хочу в условиях на всех теряться. Я не хочу простое усложнять. Я не хочу коситься и казаться и вечность на похлебку променять. плести и попадаться в паутину. Фасонно выглядеть, где нужно проще быть. Я не хочу не быть примером сыну. Я не хочу наполовину жить. Я не хочу в чужих ошибках рыться. Сестер и братьев видеть свысока. Единолично в скорлупе закрыться. Я не хочу на время на пока. Я не хочу насмешки сыпать спину. Я не хочу друзей в пути терять. Я не хочу любить наполовину. Я не хочу не до конца прощать. Я не хочу придя на пир для званых жевать, скучать, болтая о пустом. Я не хочу ходить в отрепьях рваных, забыв, что все имею только в нем. Я не хочу от зависти терзаться. Я не хочу подножки подставлять. Я не хочу духовным я казаться и раненых на поле оставлять. Я не хочу играть и притворяться, словами гладить, прикрывая лесть, взгляд отводить и криво усмехаться. Я настоящим быть хочу как есть. И принял я Христа ни понарошку, ни на чуть-чуть, ни капель сполна. Меня позвал он в путь, а не в дорожку, приду вприлив, что впереди война. А на войне, как на войне там трудно, но обновлен в боях завет крови. Я только там вдыхаю полной грудью твой аромат свободы и любви. Я так хочу подняться до рассвета, к тебе, мой Бог, ладони протянуть, ворваться в мир сияния и света, твое, Господь, дыхание вдохнуть. Я так хочу до неба дотянуться и, захватив с собой своих друзей, безбрежье глаз Христовых окунуться навечно на виду вселенной всей. Пусть мир покроет брак и зима и тучи, а на Сионе воссияет свет из всех земной путей твой самый лучший. И я иду с тобой вот мой ответ. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ТРЕВОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...